Итак, дорогие друзья, ну а теперь мы обратимся в детали. Ну, как известно, все начинается с детства, верно? И, в общем-то, примитивно к нашему проекту, все, наверное, начинается с детской библиотеки. А взрослый читатель может в библиотеку и не прийти, если в детское ему не привьют любовь к чтению и библиотеке, в принципе. Ну, честно сказать, наша детская библиотека — это просто рай. Ну вот, реально рай для маленьких читателей. Это такое двухэтажное здание с 2004 года. Перед этим зданием разбит литературный парк, в котором красивые резные фигуры героев мультфильмов. Крокодил Генышев, Бакляк — все это спасибо нашим речкам по дереву. Там всегда кипит жизнь, там чтение на траве, там проводятся фестивали, детские конкурсы. То есть ребятишки с удовольствием приходят в нашу детскую библиотеку. Ну, что там говорить, да, наша детская библиотека лучше в городе Мочегорске по версии газеты «Мочегорская рабочая». Я правильно говорю, Бакляк, и по-другому не может. Скажу вам по секрету, да, что мы совсем недавно получили огромную медаль в программе «Лучше всех библиотек». И сейчас мы вам покажем, как это было на самом деле. Смотрите внимательно. Музыка, Саша. Поехали. Итак, дорогие друзья, дай вам пожаловать на шоу «Лучше всех». Я представляю первого участника. Аплодисменты. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Здесь медали дают. Эх, Кань, ты какой лихой. А за что тебе должны дать медали? И какие такие медали ты вдруг захотел получить? Это шоу «Лучше всех»? Ну, конечно, «Лучше всех». Отлично. Давайте мне медаль. Так, подожди. Давайте сначала познакомимся. Присаживайтесь, молодой человек. Как вас зовут? Я Леха. Леха. И почему мы должны дать тебе медаль? Потому что я лучше всех. Слушай, ну, по тебе аплодируют. Давай рассказывай по порядку. Чем ты лучше всех, Леха? Потому что я самый большой не хочу-то. Не хочу учиться, не хочу читать, не люблю книги, никого не слушаю. Леша, ты знаешь, ну, как бы тебе правильно сказать, это не совсем до шоу. Мы таким медали не даем. А каким даете? Сейчас ты все увидишь. Друзья мои, давайте еще раз поаплодируем. И я приглашаю в студию читателя, волонтера, участника многих мероприятий Центральной гественной библиотеки, Александра Бань. Саша, здравствуй. Здравствуйте. Ну, рассказывай давай нам по порядку. Ты читатель, нам сказали самый лучший. С какого возраста ты читаешь, Саша? Ну, практически с пеленок. Что, так-таки с пеленок? Ну, это может любой библиотек из зала показать. Любой? Кто? Покажи. Хотя бы Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, как это вы детей учите с пеленок читать? Все просто. Это так надо, да. Дело в том, что не только Саша, но и очень многие дети у нас действительно читают с пеленок. Потому что 1 июня ежегодно проходит акция «Мой ребенок читает с пеленок». Послушайте, ну, ваши дети, те, кто рожден 1 июня, все начинают читать в пеленок. Как вы еще прививаете любовь к чтению? Так я сейчас расскажу. 1 июня наши библиотекари выходят в роддом, поздравляют мамочек с рождением малышей, дарят им детские книги, а также книги по уходу за детьми. Дальше мы идем по возрастам, да, начиная от новорожденных, потом переходим к детскому саду. С ребятами постарше мы проводим акции «Дни библиотек в детском саду» или «Дни библиотеки», вернее, «Дни детского сада в нашей библиотеке». Еще мы для детей и родителей придумали такую акцию, которая называется «Нескучный выходной» или «Проведи выходной день в библиотеке». Да, и даже целых два проекта мы реализовали. Первый проект называется «Мои первые шаги в библиотеке», а второй мы вместе создадим страну читателей. Мы это кто? Мы это дети, родители и, конечно же, библиотекари. А какие фестивали в нашем литературном парке проходят, не передать. В гостях у Никитики, Белково-Манчегорске. А дети у нас талантливые, ну не передать. Понятно. Можно я задам вопрос, а вы почему в халате? Ну, как вам сказать? А у нас акция недавно проходила, называется «Литературная прививка». Прививка? Это же больный страх! Дети боятся. Да что ты, Леха! Наша литературная прививка – это здорово, позитивно. Ты всего одну минуту читаешь, а потом мы тебе витаминку даем. Вот как! А я и не знала, что так бывает. Я тоже так хочу! Так пойдем тогда в библиотеку? Ну пойдемте! Ну пойдемте! Давайте перед тобой. Я бы готовился немножко к встрече с тобой. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Литературный марафон у какой-то огромной поэтической табуретки. Нам сказать, что ты очень частый участник этого конкурса. Давайте по порядку. Когда я был совсем маленький, мама ставила меня на табуретку перед гостями, и я читала стихи. Чем больше я становился, тем ниже мне казалась табуретка. Но у нас в Манчегорске, в литературном парке, есть аномалия. Такую табуретку никому не перерасти, ведь она высотой в три метра. Так, и что, теперь мама просит тебя с этой табуретки читать стихи. Я правильно понимаю? Нет. Стихи мы читаем возле табуретки. Мы приходим в разные любви библии поэтов, актеров, писателей, и читаем так стихи. Летом придем, табуретка нас от солнца прикрывает. Зимой от снега. А весной и осенью она нас от дождя укроет. Какое замечательное сооружение. Вашим гостям жить просто можно. Так, ну а ты приехал только в библиотекарь или еще у нас будут гости? Нет, я приехала еще с Лосиком. Лосик, выходи. Так, ну, слушайте, чтобы стоять человек, он живет в библиотеке. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рассказывай теперь про него. Это символ нашего города. Ему надоело стоять на своем постаменте, и он пришел к нам в литературный парк. А как устроен наш литературный парк, вы можете сейчас как раз увидеть на экране. Итак, ну давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну здорово, и самое главное, все понятно. Скажите, а что там делает Лосик? Лосик участвует у нас в мероприятиях, и детям очень нравится, как он танцует. Вообще, Лосик может и сейчас танцевать, правильно? Я думаю, мы с ним можем потанцевать. Конечно, ему нужна ваша небольшая поддержка. Так, что вы должны делать? Скажите. Мы сейчас дадим команду для всех. Повторяем движение за Лосиком. Итак, друзья мои, немножко разорвнемся. Сейчас попробуем повторять движение за нашим очаровательным Лосиком. Это, наверное, символ города Мочегорска. Никто не имеет права не делать те движения, которые делает он. Потому что для вас работает Мочегорска. Музыка. 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почему ты заговорил на английском языке? Ну, просто именно с этих слов и начинается моя экскурсия по музею Геннадия Анатольевича Лебензона. Так, ну давай поподробнее. Геннадий Анатольевич Лебензон – это поэт, писатель, краевед и вообще почетный город нашего города Мальчегорска. И именно ему посвящен наш музей. Так, ну давайте посмотрим, да? Так. Я очень люблю творчество Геннадия Анатольевича и сейчас я могу прочитать вам один из его стихов. Называется он «Мои малые родины». Говорят мне иные подчас, что за город, скажите у вас, почему вы стремитесь домой, будто он для вас самый родной. Он ведь малый совсем городок и от главных столиц он далек. Неужели не скучно вам в нем? Отвечаю, но это наш дом, самый лучший и самый родной. И не нужен нам город большой. И, конечно, наш радый взгляд – Мальчегорска зеленый наряд. И проспект, уходящий в простор, а жерель не заснежен в год. И озер его водная гладь, и домов его каменных стать. Любим мы нашу Мончугугу, не ворчим никогда на судьбу. Дескать, север, зима, холода. Но ведь это совсем не беда. Важно то, что мы счастливы днем. В этом городе, где мы живем. Библиотекарь есть у вас сегодня? Привезли вы город в Ормадск? Привезли. Мы приехали. Теперь я понимаю, почему у вас такая популярная одесская библиотека в Басоке. Но библиотекарь, они совсем по-другому выглядят. Они же другие какие-то строгие, в очочках. Ну, очечки понятно. Строгие костюмы, а у вас? А библиотекарь такие, разные. Ну что ж, разные? Разные. Посмотрим. Вот это шо. Открой глаза, распахни свои уши, внимательно смотри. Чутко слушай. У нас есть еще несколько мгновений, чтобы рассказать, о чем другие не успели. Мы в библиотеке на многое способны. Ее атмосфера борщик и бурет. Квест не рисует об этом поподробнее. Беший или Эллпест дикатер вперед. Прививочку хотите? Не больно, не страшно. Весело, прикольно. Вам любовь приведет. Чтению, книгам, библиотеки наши. И мероприятие любое проведет. Мозг кипит, фантазия бушует, идеи бьют ключом. Вот так мы живем. Готовы творить, играть, создавать, выдумывать, спорить, говорить обо всем. Зима, мороз и с неба снег идет. Библиотека, поход пойдет. Весна, копейки, под ногами таят лед. Библиотека, игру проведет. Осень, листопад, тоскливый дождь пьет. Библиотека, народ приведет. Мы расскажем, покажем, станцуем, споем. Любую инфу для вас мы найдем. Время идет. Бурным потоком течет. Все меняется. В доме нашем, который никогда не составится. За годом год время идет. Библиотека живет. На месте не стоит. Стремиться вперед! Ну что ж, действительно, библиотека лучше всех. И, вне всякого сомнения, вы достойны наивысшей награды. Подборные аплодисменты наших зрителей. Мы хотим вам вручить вот такую замечательную медаль. Лучше всех детская библиотека города Мальчиковска. Итак, виталия, вы можете забрать с собой, девушки. Подождите. 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 Семеновна. 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 И мы хотим ей подарить рыжий цвет, Ольга Николаевна. Цвет. Помогайте. Удачи. Он предложил удачи. Семеновна. Семеновна. Да. Семеновна. 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 Ольга Сергеевна. Ну, наверное, книги получила и пошла уже сразу их ставить на баланс. Спасибо.